Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Всем привет, ребята! Многим понравилось начало моего прошлого ролика, где я рассказывала про цены на ремонт BMW. Ломается она или нет. Просто многие считают, что BMW это вор в семье. Короче говоря, кто не смотрел, обязательно переходите по подсказочке сверху и посмотрите. Кстати, пассажиры там тоже попались очень угарные. А сегодня я вам расскажу один случай, который произошел буквально пару недель назад, и от чего я была просто в шоке. У моего друга, который является одним из руководителей таксопарка Петербургский транзит, произошло ДТП с водителем такси. Водитель такси въехал в заднюю часть автомобиля моего друга. Ну, въехал и въехал, да? С кем не бывает. Вызвали бы ГАИ, оформили бы протокол или же Европротокол и разъехались бы, да? Ущерб там где-то 150-200 тысяч рублей. Но что-то пошло не так. И как вы думаете, что? Правильно, у водителя такси не было страховки. Причем ни с собой не было, а вообще на этот автомобиль не был выпущен страховой полис. Машина оказалась арендная, то есть парковая. Водитель просто заключил договор с таксопарком и взял машину в аренду. Мой друг связался с этим парком. И как вы думаете, что они ему сказали? А сказали они ему, типа, чувак, извини, мы не делаем страховки на наши машины. У нас по договору аренды водитель должен сам страховать нашу машину. Разбирайся с водителем сам, мы тебе ничего возмещать не будем. Конечно же, у водителя таких денег не оказалось. Он вообще не знал, что все это время ездил без страховки. А договор аренды свой до конца он даже не дочитал. Ну и что с него взять, спросите вы? Денег у него нет, в суд заходить и судиться там, ну тоже не каждый будет. Поэтому мой друг чинит свой автомобиль за свой счет. Но это даже не самое страшное. Самое страшное, что этот парк не самый маленький у нас в Питере. И далеко не один такой. Около 700 машин ездят по Питеру в такси без какой-либо страховки. И могут точно так же прилететь и в ваш автомобиль. Разведут руками, и вы ничего с ними сделать не сможете. Ну, либо судиться, тратить свое время и кучу денег. Лично я считаю, что это самая настоящая подстава для водителя, который берет у них машину в аренду для работы в такси. Так что, ребята, коллеги, водители, не ведитесь на дешевые цены за аренду авто под такси. Вы только вдумайтесь, страховка каждого автомобиля в парке это тоже деньги. Ну а если на машину еще выпущена лицензия, то такая страховка будет стоить гораздо дороже. И кто-то просто решил не платить эти деньги. И поэтому стоимость аренды меньше там на 100-200 рублей. А водители ведутся и берут у них машины. Типа, а зачем я буду переплачивать? И в итоге попадают в такие ситуации. Поэтому всегда внимательно читайте то, что вы подписываете. И обязательно читайте отзывы о парке. Цены на аренду машины под такси должны быть плюс-минус одинаковые. Если цена сильно занижена, то есть очень дешевая, то здесь стоит насторожиться. Кстати, многие, наверное, заметили, что сзади стоит мой Гольф. И я планирую его продавать. Но моя дилемма заключается в том, что я не знаю, за какую цену его продать. Захожу на дром, листаю объявления и понимаю, что таких машин практически не осталось. А если они есть, то они в крайне плачевном состоянии, потому что этим машинам уже около 30 лет. Но, тем не менее, на дроме можно найти более-менее адекватный вариант. Здесь легко выбрать лучшее предложение, ведь отметка «Отличная цена» сразу тебе подскажет, на что обратить внимание. Ну а я, ребята, поехала работать. Желаю всем приятного просмотра! Так, мы с вами на Старорусскую улицу. А есть у вас какие-нибудь пожелания по поездке? Нет? Хорошо. Вот здесь подскажите, пожалуйста. Ну, после Арыщи. Позвольте открою. Я сам спрашиваю. Спасибо. Все, хорошо. Хорошего вечера вам. Спасибо большое. До свидания. А можно я у вас бутылочку? Конечно, она для вас, конечно. До свидания. Хорошо, я у вас. Ой, ребяточки мои, ребяточки. Я немножко в шоке, правда. То есть, когда я увидела девушку, понимаете? И я не ожидала, что у девушки будет такой голос. Понимаете, да? Да, это жестко. Когда человек заговорил, я просто охренела. Я вам клянусь. Я как бы ничего плохого не имею против. Просто это был эффект вау. Понимаете? То есть, прямо вау вообще. То есть, я такого не ожидала. Я в шоке просто. Ну, молодой человек выглядит просто офигенно вообще. Я в шоке. Так, я теперь чихаю, а? Ну, где водки не пил, только виски пил. Что напил? Вещи с водки я чихаю. Может, тебя высадить? Ну, давайте, я пешком пойду. Давайте, езжайте. Давай, выходи. Ну, все, началось. Антон, то есть, а мне нужно выйти уже, я чувствую. Ну, все, короче, у меня чахотка еще раз похожа. Он кашляет, потому что... Сигаретки, знаешь, что... У меня уже салфетка заканчивается. Ну, еще есть, не переживайте. Это за отдельную плату. Зантема. У вас нормальная комплектующая или тоже не очень? Ну, да, там механически, да. Механически, да? Спасибо. Да, вот это вот место подвинуть механически. Тоже нищенская. Готов? Готов? Может быть, я не буду так быстро, я там, в каретах превратилась вина? Эй! 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 Если я, то только принцесс. Если в айе БМВ или МЭС. Ля-банай вина! Эй! Никакой любви, никаких отношений. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Все хорошо. Даже не вздумай. Спасибо. Хорошо, ребята. Хорошо настроение. Хорошего вечера, Иван. Спасибо за классную поездку. Веселые ребята оставили мне на чай, ребята. это целых 500 рублей. Блин, бесит, когда пассажир говорит, комплектация тут нищая. Ребят, я брала свою машину конкретно под работу в бизнес-такси, и для меня было очень важно, что цена за нее будет адекватная. Вы же всегда можете зайти на тот же дром и посмотреть, насколько огромная разница между моей комплектацией, которая меня, кстати, вполне устраивает, и сравнить с более оснащенными вариантами, со всеми наворотами. Вот, например, как это. Да там разница практически в миллион. На дроме можно поставить нужный фильтр и найти самый выгодный вариант для вас. 5 минут платного ожидания уже, ребят, поэтому я хочу позвонить пассажирам и узнать, выйдут они вообще или нет. Алло, здравствуйте, у вас Яндекс.Такси, водитель. Да-да-да. Давайте сейчас выйду. Ага. Вы хожу, вижу, да, вы маркаете. Класс. Заебись. Четко. Я не сажусь. Я еще не сажусь. Я поэтому вас пытаюсь. Присаживайтесь, пожалуйста. Так. Я даю вам честное слово, что я вас не подведу. Да. И я постараюсь через 5 минут прийти. Максимум 10. Если я не выдам, подождите меня еще 5. Это будет в итоге 15. И я точно это все оплачу. Если бы даже уйдеть, я вас там найду. Куда бы вы не уехали? Короче, это максимально странная поездка, потому что мужчина подошел ко мне, дал мне 1000 рублей, сказал. В общем, девушка, у меня подождите. Не знаю, сколько. Ну, минут 5, ну, 10, ну, 15. Я говорю, так, может быть, вы просто вызовете другую машину? Он такой, теперь точно не вызову. Это вот пока мы на улице с ним стояли, говорили. И получается, что я просто вынуждена сейчас сидеть его и ждать. Платное ожидание, которое сейчас уже 11 минут, оно будет оплачено по безналу. Хотя мужчина мне дал еще сверху 1000 рублей. Ну, в общем, ладно, ждем, что я могу сказать. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Так, в Нибар, правильно, едем? Ну, да. Не, ну, мы туда не едем. Я туда захожу, а вы меня ждете. Минут 10-20 я оттуда выхожу. Ну, я просто собираю деньги. Да. Смотри, как гуговщицы отработали, если они вообще работали в наше сложное время. И мы туда уходим. В итоге я очень сильно боролся с девушкой, и в итоге она меня наебала на 3000 рублей. Я пил, платил, пил, платил, пил, платил. Потому что 5 тысяч, и там вообще 2000 рублей. Дал ей 5000, и пошел к вам. Вернулся, и она не отдала сдачу. Нифига себе. А вы сказали про это? Нет, конечно. Это гораздо дороже. Сделать вывод, чем сказать. Ну, это же всего лишь 3000 рублей. Но я ей дал в контексте. Вер, меня зовут... Я родился в этом доме. Я на это все поняла. Но не доперла. Но только вот за это я могу ее продать. Жизнь. Я целиком могу продать ее жизнь. То есть она обман меня. А как вы можете продать ее жизнь? Не, просто интересно. Ей позвонят от меня, скажут, что ты его мнула. И она скажет, что она меня мнула. И она попробует компенсировать это деньгами, но это не поможет. Ей скажут просто, что тебе вот сейчас в твой бар, где я пил, принесут пакет. Плюшевую игрушку. Медведь. И другой человек ее заберет. Скажет, ну, хорошо, окей. Ну, пофиг, плюшевая игрушка. Ну, это плюшевая игрушка будет 100 грамм. И все. И она наша. Или бы 15 лет тюрьмы. Ну, 8. А что вы имеете в виду под тем, что она станет нашей? Типа, как это понять? Ну, если бы она... Ой, тра-та-та. Ну, типа, если бы она попалась и... Да, она и так попалась. Она и так наркоманка, потому что я понимаю этот кейновый взгляд. А сколько нужно будет подождать вас? Просто уже следующий заказик пришел. Может быть, правда, вы просто был бы изменили друг друга? Ваш номер телефона. Я вам 2000 перебил. Ого. Просто, чтобы вы меня подождали. Хорошо. Но вы меня и на Камена-Островском ждали именно, наверное, столько, сколько я вам говорю. Да, просто можно я буквально что развернусь. Да, хоть как вот. И просто у вас сколько? Минуток 5, 10, 15, сколько нужно? Максимум 15. Хорошо. Мне же туда выпить, до бара дойти, я появился, я живой и обратно домой. Хорошо. Сейчас он мне заплатил 2000, он мне перевел 2000 на карту, прикиньте. И до этого он мне оставил еще 1000 рублей, что я ждала его на первом адресе. В общем, плюс оплата карты 1300, ребята, сейчас уже накапало 1300 за ожиданием. Офигеть, офигеть просто, конечно, можно. Единственное, что меня очень сильно смущает, это то, что мужчина начал рассказывать про то, как он хочет подставить девушку, которая не дала ему сдачу 3000 рублей. Я согласна, девушка поступила очень плохо. Так нельзя. Чужое брать нельзя. Только если тебе его дают и говорят, без сдачи, да, окей, берем, пожалуйста, дают, бери. Но когда человек, да, там, расплачивается, и вы там ему не даете сдачу, особенно 3000 рублей, но здесь я была просто в шоке от того, как мужчина хочет с ней расправиться, так скажем. Да. А вы еще меня ждете? Да. Как ваше терпение? Нормально пока. Нужно подкреплять материальные особенности? Не нужно. Не нужно, вы ее очень хорошо подкрепили. Давайте сделаем вот так вот. Сколько бы не было, вы не будете минусами. Это мой паспорт. Хорошо. А прикиньте, я бы сказала, да, нужно подкрепить мое терпение финансами. Единственное, что мне реально нравится в более жирных комплектациях моей BMW, это обвес. Я купила дорестайлинговую машину, но мне гораздо больше нравится, как выглядит рестайлинг. Вот сами сравните. Цена за дорестайлинговую машину около 3 миллионов. На Дроме, кстати, можно и подешевле немного найти. А в таком обвесе, как мне нравится, ценники уже вот такие. На Дроме, кстати, реально много предложений за адекватные деньги. Но я, пожалуй, просто поменяю два бампера, фонари и накладки на пороге. Ну, а если ты ищешь самый лучший вариант, то иди за машиной на Дром. Все, едем. Да. С этим панорамой. Паспорт ваш. Это не важно. В этой обложке есть детекарь поиска. Прикольно, говорю. Ну, это мой, типа, охранник замусил эту тему. Угу. В обложке стоит сим-карта, шитая. Местоположение можно найти очень близко. А можно посмотреть вашу правую руку? Да. Когда у вас денешься? 9 июля. Летом. Я понимаю. Угу. Были болезни лет 15 серьезные? Нет. Смотрите, покажу вам свое. Давайте попробуем найти отличия. Угу. Ну, у меня рука пересеченная. Вообще, я дуле прикреп, это понятно, да? Вот так вот сгибаем. У нас почти одинаковые. У вас, вот видите, вот эта вот история. Угу. Она уникальна. Жизнь, я могу сказать нехорошую вещь, или спросить нехорошую вещь. Вы делали аборт? Нет. У меня не было еще ребенка. Я не планирую делать аборт, если так случится, значит так нужно будет. Давайте поспорим на вот эту бумажку, будет либо ваша, либо моя, чтобы минут не спорить и промолчать. Но правило такое, игру начали, вы вслух говорите начали. Это слово не считается за разговор. То есть, я говорю, начали, вы вслух говорите, начали. Только потом начинается минута. Я говорю, что вы не промолчите, а вы говорите, что промолчите. Поверьте мне, ну, я вам хочу подарить спор, а не пытаться вас обмануть. Я говорю, начали. Вы говорите, начали. Минута не важна. Это вся фигня. Слово, ваше слово начали, не считается за разговор. Только после того, как вы его скажете, начинается минута, в которой вы должны молчать. Я к вам прикасаться никак не буду. Играем? Играем? Нет, я вам объясняю спор. А вы почему-то стали сразу молчать. Ну, просто обычно так как раз таки начинается. Нет, нет. Ну, хорошо, давайте попробуем. Начали. Начали. Вы програли. Так вот, я же вам говорила. Вы сейчас молчать должны. Все понятно, да. Понятно. Ну, после слова начали, чтобы заставить вас заговорить, я говорю, что вы програли. Да, да, все понятно. А если бы вы молчали после слова начали, вы выиграли. И все. Ну, понятно, понятно. Хитрый. Честный спор. Хитрый спор. Это моя бумажка, по-честному? Конечно, ваша. Спасибо. Вы маршрут закончили? Да, да, да. Сколько денег? Да я не знаю, правда. Вы же сами сказали. Я же сказала, на ваше усмотрение. Хорошо, скажу. Дайте мне сдачи. Ну, так не честно, я не знаю, сколько надо дать. Ну, у меня нету меньше. Сколько нужно дать сдачи? Ну, мне меньше нету. Ну, вот, у меня есть сдача. Сколько нужно дать? У меня на ваше усмотрение. Сколько нужно дать сдачи? Давайте поделим напополам, тебе 500, мне сдача надо. Все. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я не думаю, что я очень выгодный клиент, но останусь среднячком. Заказик прилетел в аэропорт. Все, вам удачи, спасибо большое. Спасибо за поездку. Короче, ребята, по Яндексу заказик вышел в 2734 рубля. Мужчина мне заплатил 1000 рублей сначала, потом перевел мне 2000 рублей. И в конце дал мне еще 2500 рублей, ребята. Офигеть, это сколько у нас получается? 6, 7, 8, 200 что ли? 8, 200 за полтора часа я сейчас получила? Охренеть можно, охренеть, ребятки. Я просто в шоке. А можно будет по приезду с вами сфотографироваться? Конечно, можно. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Я подписан. Так. Смотрю. Так. Лайки постоянно. Спасибо большое. Удачи. Хорошие видео. Спасибо большое. Привет. Как дела? Хорошие друзья. Мир намного лучше. Да. Что, вы катаетесь, да? Да, вот, спасибо, что... Встретили. Да. А я вот работаю, блин. Чего? Работаю, говорю. Вот. Ждем нового видосика. Да, собираем контентик. Погнали. 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 Хороший салат. Да, можно обучить? Да. Нет, нельзя. Так, мы начнем с классики. Чего, классики? Да. Это что такое? За деньги, да? Я сам к этому. Я подумаю, потом расскажу сразу. Да, за деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. А есть у вас какое-нибудь пожелание, может быть, по поездке? Да, каково четыре минуты ехать? Ну. Успеть бы чуть зарядиться, то у нас. Нет, можете круголя сделать? Я знаю, как вас зовут. А? Знаете, как меня зовут? Да. А у вас приложение написано же? Нет. Написано. Водитель Ольга. А что, подыграли бы? Позвольте, я открою дверку. Да, нет, нет, конечно. Ну, успели хоть немного подзарядиться? Конечно, да. Сто процентов. Ну, понятно, отлично. Ладно, хорошего вечера вам. До свидания. Спасибо большое. Вообще наугарный просто, вообще. Кстати, поездка была реально очень короткая. Четыре минуты. 737 рублей она стоила. Очень хорошо. Коэффициентик был. 1,97. Ну что, родные мои. Вот такой вот видосик у меня сегодня получился. Местами веселый, а местами очень стремный. Как он вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился, не понравился. Какие пассажиры вам больше всего понравились? Давайте их пообсуждаем, ребята, в комментариях, как обычно. Ну и, конечно же, если вам понравился мой сегодняшний видосик, то, ребят, пожалуйста, поставьте лайк. Вам не сложно, а мне очень-очень приятно. Просто вот так вот пальчики вверх. Ну и, конечно же, кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что ролики у меня выходят по мере поступления контента, так скажу. Вот, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новый классный видосик. Кстати, в следующем ролике я вам расскажу про заработок в такси, потому что очень часто меня спрашивают, сколько я зарабатываю. Вот с вами поделюсь, как обычно, в начале ролика. Ну а кому хочется познакомиться со мной поближе, то подписывайтесь на мой телеграм-канал и на запрещенную соцсеть в России, инстаграм. Кому какая соцсеть удобнее. Я веду их практически одинаково, выкладываю свою real life, значит, очень там весело у меня, я просто женщина удачи. В общем, познакомься по обучению, ребят, переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь и будем общаться. Кстати, в телеге я реально очень часто отвечаю. Ну а на этом все, спасибо вам огромное за просмотр, всех люблю, до скорых встреч!